Вот, поэтому сегодня пока все еще статистический кусочек, кусочек статистического, это повторяю все те картинки, которые уже показывал, ту логику, почему мы даем не средний размыв, который до сих пор, вот в этих вот нормативных документах, которые 80-х годов, которым уже 40 лет, которые основаны там на 60-летней давности, вот, что вера в то, что, вот все это не то. И мы на практике это с вами уже ощутили, этот разброс. Мы даем максимальный размыв. Так вот этот максимальный он тоже же статистический, но это еще впереди расскажу. Так, это вот мы на этом вчера с вами остановились, в прошлый раз, что же превышает в полтора раза эти максимальные. И, соответственно, мы с вами вот это делали. Мы, наконец-то, с вами обосновали вот этот переходной коэффициент k. Как делается классический? Классический делается два шага. Сначала считается обратный ход, то есть, что было, был такой-то размыв, смещение берега на 30 метров, он был за 30 лет, значит, мы получаем метр в год, верим этому значению. И второй этап, мы используем это полученное значение, вот этот вот, для того, чтобы умножить вот эту скорость, которая была, на вот эту прогнозную на следующие 30 лет. Это вот первое и третье. А сейчас мы с вами, жирным я выделил, мы с вами добавили вот это. И это слайд оттуда, я вам его тогда показывал, что мы увеличиваем. Просто тогда это было как бы просто на веру. Я просто говорил, что вот будущее многовариантное, там может реализоваться по-разному, и давайте вот запас. Помните? У нас все было на запасе. Все, что мы не знаем, не понимаем, боимся, не верим там во что-то, сомневаемся, мы все говорим, давай запас, и вот запас. Так вот, запас, и вот в прошлый раз, наконец-то мы поняли его, ну, не полную, конечно, но все-таки такую главную суть, основную, и мы поняли примерно разбросы какие-то, если раньше нам казалось, что в полтора раза, это вообще, как это я увеличу в полтора раза, я же по факту вижу, что размыв за 30 лет был 30 метров, как это я 45 буду давать? Ну, вот, оказывается, надо давать. Вот, соответственно, мы уже делаем вот с коэффициентом. Получаем максимальную скорость, и делаем с коэффициентом. Так, это все в прошлом, это все, и в какой-то мере я говорил, да, что мы вот сначала на практике просто вот применяем, это те наши с вами 4 месяца, которые были уже полгода назад. А теперь, наконец-то, на теории мы начинаем понимать, вот зачем мы что-то делали, как это вообще. Так, и теперь все-таки, оставаясь еще в статистическом рассловлении, тут не очень много, но я покажу, что, смотрите, у нас, мы с вами, как я сказал, в конце прошлого раза, я сказал, что мы работаем как бы с вариативностью двух явлений. У нас есть вариативность ежегодного размыла, там, 1, 2, 2, 1, 0, 5, 2, 1, 0, 5, 1, 2. Это такая вот вариативность ежегодная. Пульсация, пульсация, вот, то есть, можно сказать, что берег, вот, он не просто размывается, а он пульсирует. Вот, и это еще мы когда разрезаем, в створе смотрим, вот, мы в створе смотрим, в створе он пульсирует, а на самом деле, тоже я вам показывал, да, помните, что на излучине, что у нас такие фистоны, что у нас есть такая вот неравномерность подлиннее, ну, это все я вам рассказывал. Вот, так это первая вариативность ежегодных размывов, и в этом смысле тоже можно это, ну, как бы, понимать. Сейчас мы еще некоторые выводы сделаем в заключении вот этого прошлого, вчера я рассказал вообще, что это мы делали, а сейчас вот уже выводы, еще дополнительные выводы расскажу из этого. А вторая вариативность, это мы уже смотрим, как меняется, вот, например, мы дали время, срез на 30 лет, можно также срез, пульсирует весь участок. Да, участок пульсирует подлиннее, во времени пульсирует, вот, потом интегрально пульсирует, да, и мы даже, получается, так, что вот если посмотреть сейчас, вот, берег, да, а потом сразу через 50 лет, так вот он красивенько, ровненько, как будто без пульсации сместился. И, может быть, в этом как раз и лежит та ловушка, что ведь как вот, почему вообще вот эти ВСН появился? Ведь я тоже рассказывал на практике, я говорил, что это как, это с Великой Отечественной войны, летают самолеты, фотографируют вражеские эти участки, где там танки расположены, А потом война кончилась, а аэрофотосъемка осталась. Эту фотосъемку стали применять во всех большинно-огромном количестве приложений, там, в народном хозяйстве, для... Все начали, все, что можно фотографировать, там, леса, поля, луга и реки. И вот за реками, ой, получилось много фотографий. А потом уже появился период, например, там, с 50-го по 70-й год, уже получилось 20 лет. И вот за 20 лет люди увидели, о-о-о, река-то смещается, спутники-то еще не летали, спутник там первый в 57-м году, он еще там ничего не фотографировал, то есть нормально начали сфотографироваться как раз 70-е годы. Но теория изменчивости русел к тому времени уже появилась. Вот, и вот эта изменчивость, она вообще представлялась такой вот, вот было русло здесь, осталось русло здесь, и все. То есть вот эта внутренняя изменчивость, она как-то выпадала. Вот, а мы, наконец-то, вот позавчера с вами посмотрели вот это, люди же некоторые измеряют это. Вот. Так, теперь вторая изменчивость. Старайся у нас изменчивость, когда мы взяли период 30 лет, раз, сделали срез на 30 лет, потом срез на 50 лет, срез на 100 лет. И сейчас я как раз об этом расскажу. И мы говорим, что вот на 30 лет есть своя изменчивость, там свое, наибольшее, наименьшее, cv, как раз вот этот коэффициент, который вот полтора, или вот видите, здесь даже вот два, я вот ранжировал там по cv, ну и, соответственно, что такое k наибольшее. Ну, это практически cv и есть, да. То есть cv это c-сигма на среднее, а k наибольшее, это и есть соотношение, вот какая сигма, ну, средненькое склонение, то и получается. Это все понятно. То есть это все равно, почему ранжировать все практически, если немножко прыгает. Ну, почему? Ну, потому что просто это, здесь статистики-то нет. Ну, что, ну, есть тут 20 значений, или там 100 мы сделали, а надо тысячи сделать, да, и как-то может тренировать. Там еще новая наука появится, там очень много интересного будет, появится какая-то привязка к типу руслопроцессов, хотя у меня не получилось. Появится какая-то привязка к размерам реки, какая-то сложная привязка, может вообще появится какой-то новый параметр, который действительно реально вот эту изменчивость отразит, да. Пока мы об этом не знаем. Вот, это еще нет вообще предметом науки, предметом науки это еще не является, потому что еще наука-то вот статическое русловение, но только вот мы с вами о нем знаем. Вот. Ну, первый шажочек такой. Вот, и вот теперь мы посмотрим за, как меняется, как они эти изменчивости связаны. Вот я вам сказал, что есть изменчивость ежегодная, а есть изменчивость в разрезе на 30 лет, в разрезе на 100 лет, вот там вот изменчивость. Вот. Как раз об этом я хотел посмотреть, поговорить. Так, и вот это будет дальше, а сейчас вот это такой, я считаю, что это важный научный вывод, такой полноценный научный вывод, в научном, в хорошем смысле слова наука. Вот, потому что действительно здесь есть она. Вот, но и контакте. Все время, все время, все время, моя эта боль была всю мою жизнь, что вот я метался. То в теории покопаешься, там, о-о-о, теория. А потом покопаешься в практике по руслому процессу, о-о-о, и чувствуешь, что нет связи, что вот нет контакта вот этого, нет контакта. Еще была, мне тут одна девочка писала, говорит, хочу приехать к вам на курсы этой осени. Вот, я говорю, там будет практика, практика русловедения, будем вот ППР учиться строить. Вот. Она говорит, да-да, хочу практику. Теория, говорит, мне надоела, я теорию знаю, я вообще кандидат в наук, вот, и поэтому мне теория уже не нужна. Почему? Потому что она теорией-то той занимается. Вот, там, всякие число лохтина, там, порядок реки, то есть, не той теории, вообще, ни теории, ни этой науки, которой мы занимаемся. И она там занимается и думает, что это вот теория, а вот это практика, и она тоже, видимо, осознает, что они не связаны между собой. Так вот, эти картинки, это как раз контакт теории с практикой. Давайте попробуем попытаться разобраться, что здесь нарисовано. Я вам говорил, что, ну, вот, верхняя картинка, это в тех же самых координатах. По оси абсцисс слева направо отложены годы, время, а по вертикали отложено смещение берега. Это вообще та же самая картинка, которую мы уже с вами, вот, предыдущие, помните, все эти виро-виро-виро смотрели. Тут их много было, 100 штук, 100 реализаций, 100 сюда складывал. Так что я сделал? Я сделал по ним среднюю, ну, это очевидно, среднюю, она, как бы, средний куда. Сделал верхнюю огибающую, ну, это как бы, как бы однопроцентный размыв, да. Это не истинный однопроцентный, это просто самый большой из 100. У меня же 100 реализаций, я 100 раз прогнал вот эту вот методу Монте-Карло, там, потом пересчетом по кривой, по параметрам статистическим. Вот, и получилось, вот, я ее провел, вот, эту красненькую линию, верхнюю. А вот эта нижняя красненькая, да. Ну, видно, что она чуть волнистая, это неправильно, да, это что это? Потому что, ну, просто, вот, я одной с одной рекой поиграл. Помните, вот, та самая река Иртыш, в которой я говорил, что вот я ее первую сделал. А на самом деле, конечно, они должны быть, ну, математически правильные, они не должны иметь, там, странных изгибов, вот, потому что статистика, она все сглаживает, это понятно. Ну, это вот просто вот живой такой результат, который вот фактически получился. Ну, что, это мат-модель. Такая мат-модель, статистическая мат-модель. Статистическая мат-модель, вот, 100 реализаций, ну, вы помните все это, что я рассказывал. Вот. И что мы здесь видим? Мы видим, что абсолютное отклонение красных линий, верхней и нижней, от средней, который черное, вначале абсолютное отклонение поменьше, потом оно увеличивается, потом оно еще увеличивается, но не очень сильно, потом еще немножко увеличивается. То есть абсолютное отклонение. То есть вот сколько на 100 лет? Ведь мы здесь можем теперь много сделать, много разрезов. Можем сделать разрез на 100 лет, на 20, на 25, на 30, на 50, на 100, на сколько хотим можем сделать разрез, да? И получить статистическую обработку того распределения, которое, например, на 50 лет. Это понятно, да? Вот. Вы сейчас думаете, я вас буду спрашивать. Теперь, нижняя картинка, это практически та же самая верхняя картинка. Только она в относительных, вот ось ординат, в относительных характеристиках. В относительных единицах. Если здесь смещение берега в метр, то здесь просто модульный коэффициент. Это коэффициент максимального смещения. Ось. Обсты с одной и та же. Время идет слева направо от 10 до 100 лет. А это модульный коэффициент. Максимальный. Тоже видно, что она волнистая. Конечно, это неправильно. Теоретически она должна быть, конечно, плавной, красивой, да? Когда много-много, не 100 реализаций сделаем, а вот миллион реализаций. Миллион реализаций. Помните, как это, я забыл, как называется, закон больших чисел. Вот. При законе больших чисел, вот, все эти, все сглаживается. И вообще, даже там должно быть или к нормальному прийти. Если там много-много всего, да? Когда много складываем, много складываем, то должно быть нормальное распределение. Вот. Ну, нормальное распределение здесь есть, оно в разрезе. Вы понимаете, что вот если мы вот так будем резать, вот 10, 20, 30 лет, если мы так будем резать, то вот здесь мы будем получать нормальное распределение. Будем распределить, где у нас, вот, например, на 30 лет разрезаю, у нас надо было нарисовать или не знаю понятно непонятно что у нас максимум вот этой вот кривой плотности вероятности у нас максимум если здесь то на черной линии например там на 150 метров а влево и вправо вверх и вниз уходят вот эти вот края вот этой шляпы гауссовского распределения можно дополнительной картинке из нарисовать было в рот мне вот это было понятно и я вот на ней хотел рассказать это вот теперь самое самое интересное самое интересное заключается в том что вот это мы еще подумаем вот вопроса буду задавать такой а как вы думаете почему это этот вопрос никто в мире скроме нас с вами вдвоем никто не задавал этот вопрос но с александр костюк мы правда его обсуждали вот смотрите относительный разброс на один год большой на 10 лет поменьше на 30 лет еще меньше на 100 лет еще меньше то есть относительный разброс с увеличением годов уменьшается это очень интересный результат он очень практичный мы а его с вами ничего не знаю вот об этих картинках а моделирование вот этом статистическом математическом вот мы с вами его обсуждали я вон на пальцах в практике рассказывал наверно помните очень хорошо помните я вам говорил на один год не даем прогноз расчет оценку и на 5 лет не даем и на 3 не даю даем на 10 или лучше на 30 вот на 30 нормально на 50 нормально на 100 еще лучше на большой период мы дадим точнее там относительный разброс вот смотрите точность попадания точность попадания вот то есть может размыть на 500 метров может быть там на 450 а может на 600 но относительно то есть чем меньше срок тем больше нужен запас да конечно да конечно мы это реализуем очень большим запасом если какой-то вот я сейчас это расскажу это важно вот практически важно то что есть целые организации при транс нефти существует специальная организация которая называлась раньше подводный ворский подводник она работала по всей стране вовс хотя и вовский подводник а потом они как-то переименовались там что-то транс нефть чего-то то есть вот транс нефть это мощнейшая организация них почему они вообще это все это интересует потому что у них трубопроводы эти трубопроводы пересекают реки там подводные переходы там у них рвется там аварии там ликвидации там зачем про ликвидации к этим может расскажу вот там столько всего интересно им исключительно важно вот следить за этим состоянием подводного перехода и вот эти организации занимаются мастурбацией хернивые полны занимаются они дают оценку как возможного размыва на три года вперед а через три года еще на три года а еще через три года еще на три года и они всегда приди они всегда мастурбировать так очень интенсивно вообще хернии занимаются им деньги платят в общем все это каша вот это все варится деньги крутятся люди сидят люди едет в поле измеряют дают д 에너та ту дают попытку дать прогноз на три года, но они-то дают как? Они-то дают прогноз по-всеновски, они-то как? Они смотрят прошлые три года, ничего не смещалось. Они, о-о-о, следующие три года ничего не будет смещаться. Научный прогноз. Обоснованный. Через три года приходят, херак размыло там три метра. Они говорят, о-о-о, блин, следующие три года опять теперь на три года размоют. Они-то по-научному мыслят, они-то знают. Вот. И, в общем, с кем-то я когда-то объяснял, я им объяснял, что если вам, у вас какие-то идиотские заказчики говорят, давайте прогноз на три года, вы им давайте на три года вот с таким запасом. То есть, фактически, прогноз вот смотрите, вот здесь даже на этой картинке будет видно, смотрите, что вот ну, тут не очень, вот это не очень выпуклое, может, так, сейчас я вам покажу на какой-нибудь другой картинке. Вот, смотрите, вот давайте на Дунай смотреть. Вот на Дунай, вот на на пять лет средний размыв будет 10 метров. Ну, понятно, если он рисует так вот картинку, на Дунае на пять лет средний размыв будет 10 метров. Максимальный 20 метров, а минимальный 0. Ну, один там, да. Так, а если вам заставляют дать на два метра, на два года, то-то вы тоже даете 10 метров. Просто на пять лет вы бы дали научный прогноз размыва на 10 метров, как средний. А мы с вами бы дали 20, да. понимая, что, о, так тут вон какой вообще обалденный. То есть, тут коэффициент вариации вообще единица, потому что здесь сигма, разброс, сигма, разброс. То есть, среднее отклонение от среднего. Оно сопоставимо со средним. Здесь среднее разнув 10. И сигма тут 10, да. То есть, коэффициент вариации равен единице. Одно на другое разделим. Вот. И научно, по-научному, вот эти вот умные все, которые все измеряют, 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 каждые там три года, измеряют, измеряют, они научно дадут прогноз на пять лет 10 метров. А я им говорю, вы на два года должны давать 10 метров. Потому что у вас здесь запас должен быть больше. Вы на два года по-научному дадите 2 метра. Нет. Вы должны давать не 2, а 10. То есть, вы на 10 лет на два года должны давать то же самое, что на 5 лет. Поэтому, вот здесь, вот первые 5 лет, это вообще такой ужас, такая каша. Вот на 30 лет, смотрите, на 30 лет. Вот мы-то поточнее даем.